Итак, друзья, всем привет! Я рада вас здесь всех очень сильно видеть. А, собственно говоря, это я рисую все эти штуки, и вы видите в основном только мои руки. И это первое видео, куда я хочу выйти по своим, так сказать, покер-фейс. Сегодня мы будем рисовать прекрасную вот такую картинку. Я еще понятия не имею, что здесь, потому что я записываю видео еще до того, как я ее нарисовала. Но я уверена, что это будет очень круто и интересно, и вам это тоже очень понравится. В каждом видео в описании у вас есть ссылки на референс. Теперь у нас будет цветовая палитра, и отдельным файлом я буду скидывать, соответственно, уже обводку готовую к рисунку. По поводу кистей для работы. Кисти у меня свои авторские, какие-то купленные, переделанные, какие-то сделанные полностью с нуля самим. Я не рассказываю о кистях, которыми я пользуюсь, потому что у вас их просто нет. Вы можете взять аналогичную кисть из своего, соответственно, Procreate, и пользоваться ей, потому что я использую на базе тех кистей, которые у вас есть. Для кого же эти уроки? Уроки рассчитаны как начинающим, так и уже кто более-менее начал рисовать, уже пробует, тестирует, работает с программой Procreate. Ау, сейчас будет пушка. Не знаю, чем мы будем рисовать, я еще даже референс не выбрала. Но знаю, что сейчас будем. Так что, let's go. Да, да, погнали. Отлично. С чего мы начинаем? С того, что мы открываем нашу программу и нажимаем плюсик. У меня уже есть здесь холст, который я хочу использовать. Это 3000 на 3000. С чего я начинаю? Сначала мы добавляем сюда наш референс, который я, соответственно, подобрала. Очень хочется нарисовать эту милую даму. Я думаю, будем рисовать стикерным стилем. Немножко преобразуем. Покажу еще какие-нибудь фишки. И поверх этого создаем новый слой. Уменьшаем прозрачность немножко этого слоя. Я хочу ластиком подстереть лишние моменты, которые нам не будут здесь нужны. И теперь мы будем поверх этого портрета сначала намечать примерно пропорции, что у нас куда идет. Итак, сначала мы рисуем от центра подбородка линию вот сюда. Понимаем, что наш нос идет вот сюда и вот так. Сразу наметили. Глаза у нас идут вот так. Отлично. Смотрим здесь расстояние до глаза. Здесь глаз другой заканчивается. И здесь, соответственно, заканчивается лицо. Сразу себе это помечаем. Здесь у нас бросается, она пойдет вот так. Низ брови, где головка у нас. Лобная часть. И прорисовываем примерно вот эти точки. То есть точка вот этой вот скулы. Она будет вот так. Про эту часть мы просто помним. Не обязательно ее рисовать. Вот эта вот часть, как правило, всегда идет вот здесь. Вот так. То есть уголки губ у вас, как правило, соединяются вот с этим изгибом. Это просто про себя запоминаем. Губы, соответственно, у нас выходит вот сюда. И я хочу убрать эту руку. Мне она не очень нравится. Хочу сделать просто вот лицо. А вот здесь вот уже сделать волосы. Прорисовываем берет и вот эту часть локонов. Я обрисовываю по фотографии, чтобы мне потом было либо проще прорисовывать, либо я вам покажу вот этот лохай, который всегда показываю в своих уроках, когда мы переносим вот этот чертеж на соседнее поле. То есть мы здесь обозначили. Обозначили берет. Отлично. Уголок себе сделали. Здесь скорее будет вот так. Вот. Как мы закончим сегодня этот стикер? Я думаю сделать вот такую штуку. Отлично. Что мы теперь делаем? Мы выбираем холст и пишем обрезка и изменение размера. И вот здесь самое важное. Расширить его настолько, чтобы вот сюда сейчас перенести эскиз. Это первый момент. Если мы хотим отрисовать полностью с нуля это лицо, то мы тогда не переносим этот эскиз. Мы его оставляем здесь. И потом вот на этой части, на всей, мы, соответственно, переносим вот эти вот все линии. То есть лицо, подбородок, лобная часть, нос, глаза и так далее. Мы перекидываем и немножко стилизуем его. Сегодня я хочу показать, как работать именно вот на таком варианте. Поэтому обрезку изменения холста мы отменяем. Нам достаточно просто удалить этот слой. Все. У нас есть уже изображение. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы уточняем детали. То есть мы открываем настройки вот эти вот и нажимаем референс. У кого нету референса, то вы можете с экрана взять вот так вот и перетащить, соответственно, вот сюда поле. Это у кого старая программа. Мы можем менять, соответственно, наш квадратик. Нажать сюда и все рамочки пропадут. Действуем дальше. Я хочу сделать глаза побольше, соответственно. То есть уже на этом намеченном эскейте я начинаю уже вносить свои какие-то внутренние правки. То есть я понимаю, что губа у меня вот здесь пойдет вот так вот и уйдет вниз. У нее губы чуть-чуть приоткрыты. И нижняя загибается вот сюда. Видите, вот эта вот часть. Я хочу сделать немножко угловатые линии в этот раз. Более жестковатый такой стикер, чтобы получилось. Делаем нос. Я намечаю себе вот эту вот верхнюю штучку, чтобы был у меня примерно пример, откуда это все вести. И делаю ноздрю. Ребят, сори, у меня пригрелся телефон. И так как он находится совсем сверху, я не увидела этого факта. Что у нас происходило? Когда мы с вами сделали эскиз, мы его начали отрисовывать. То есть мы начали чистить буквально прям все. Я сделаю вставку, видео, записи, как я рисовала, чтобы вы увидели этот процесс, соответственно, который у меня сохраняется в самой программе Procreate. После этого мы создали новый слой. И уже на этом слое я начала делать более такие угловатые чистовой набросок, скажем так, под наш стикер. И после этого я здесь создала новый слой для ресниц. И теперь мы отрисуем ресницы. Сейчас будет вставка видео, как я это рисовала. И после этого мы продолжим. О, здесь сейчас будет очень важный момент. Я показала, как рисуется глаз. И после этого продолжаю рисовать глаз, соответственно, нашему лице. Зрачки я здесь сделала через новый слой и дублирование, и перетащила на другой глаз. И эти прямые линии, которые я сейчас показала, это как рисовать ресницы. Штриховку, которую вы видите сейчас, я бы рассказывала о том, что нужно это делать, чтобы оттренировать штрих и вообще привыкнуть к кисти в Procreate. Если у вас проблемы с нажимом, вы, соответственно, так теститесь в самой программе, просто штриху и лист. И набрасываем нижний. И теперь со вторым глазом делаем то же самое. У нас получаются немножко угловатые ресницы, как я и хотела. Супер! Теперь я хочу прорисовать подбородок. Тоже сделать его слегка угловатым. Следующее, что я подчеркиваю, это вот этот вот угол. Немножко лёгенько пройдёмся вот этой части. И хочу сделать тень вот здесь. То есть мы учёные. Брови у нас достаточно такие пушистые. Я хочу их сделать такими жестковатыми. Дальше я хочу сделать берет. Одной линией рисуем. Можно медленно, можно нажать, держать и немножко отпускать кисть. Вот эту часть. Опять же, видите, я рисую под каким-то, ну, то есть угловатые линии. Их можно сделать плавными совсем, но я их делаю угловатыми. Здесь я хочу придать вот эту вот воздушность, передать беретам. То есть я сделаю вот такую линию. И после этого вот этот вот угол сделаю. Здесь у меня будет тень, и она будет больше. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ой какая-то вакханали сегодня происходит с техника он перегревается мне уже час телефон остывал сейчас сидел и благо я недалеко ушла и заметила это поэтому сейчас будет еще одна вставочка быстренькая записи экрана главное что вам нужно здесь понимать это то что мы делаем более угловые линии то есть больше угла какие-то сглаживаем и затемняем там где совсем тени если вы заметите то снаружи линии угловатые а внутри они сглажены и так а теперь мы переходим к заливке то она соответственно лица мы начинаем с лица создаем новый слой переносим этот слой под наш слой с обводкой и эту палитру я приложу внизу к видео и можно будет скачать мы заливаем лицо это можно будет сделать двумя способами первый способ мы делаем вот так и заливаем вот эту часть и рисуем прям на лице и потом уже стираем личные считаю что это убивает время огромное количество поэтому я сразу делаю аккуратно и теперь мы заливаем сюда важный момент когда вы обводите и заливаете цветами у вас могут остаться такие знаете пробелы между обводкой и заливкой поэтому можем подвигать кисть видите здесь процента они разные то есть максимальные потом смотрим что у нас все залито отлично теперь мы на слой ставим блок альфа канала после этого мы берем с вами мягкую кисть и мягкой кистью а сначала я делаю всегда румяна делаем здесь чуть-чуть носик и эту щелчку может чуть подбородочек сделать и вы даже после чего я сейчас буду делать первые наброски теней это у нас будет вот этот цвет то есть среднюю на стол мы залили теперь первые тени делаю тени я буду класть обычной плоской кистью я просто ее отрегулировала под себя и кладу 1 где у нас тенюшка когда мы ставим блок альфа канала мы не заезжаем за части и на губы я зажаю потому что губы и глаза и буду делать в последнюю очередь здесь главное сильно не нажимать потому что если сильно нажимать будет сильный цвет и я настраивала кисть тоже по нажиму чтобы она была такой легенькой полупрозрачной так теперь мы выбираем еще темнее цвета это уже вот этот вот и им проходим уже более глубокие тени помним что у нас есть рефлексы поэтому я изначально не буду затемнять и сделают вот так чтобы на плане к освещению здесь полбу если нам не нравится вот эти вот переходы между цвета мы можем взять палец и пальцы мягкой кистью немножко их растушевать вот так вы получите что у нас переходы очень очень плавно будет иногда я двигаю кистью по направлению штриха как мы штриху например вот так можно делать и это видит дает такой немножко живости картинки но опять же это подходит скорее больше уже кто работает со штрихом чувствует кисть если вы новичок то лучше этого не делать я постоянно отдаляю и приближаю рисунок чтобы понимать как она будет это все-таки стикер да скорее всего это может быть использована аватарки в телеграме и в инстаграме поэтому очень важно понимать как она будет смотреться в уменьшенном виде не ленитесь постоянно отдаляйте и просматривайте так и берем следующий темный более цвет это вот этот и уже подчеркиваем совсем-совсем то есть это вот эти места как я определяю что вот это вот место оно самое темное я смотрю на картинку и вижу что вот здесь есть здесь есть и здесь и соответственно просто стараюсь это повторить передать в рисунок и теперь мне хочется взять более красненькие все-таки подчеркнуть немножко вот эти вот части скорее всего это будет такой сейчас посмотрим как он будет выглядеть и будем уже решать слишком можно здесь сделать прекрасно так теперь нужно сделать наши рефлексы рефлексы у нас будут вот здесь можно также добавить на носик например чтобы выделить вот так получится очень красиво построил как я это сделала мне нужно не давайте чуть-чуть посыпей все-таки вот так вот чуть более белесый я делаю это все на одном слое цвета я к этому уже привыкла если все переживаете боитесь заехать испортить то конечно же лучше делать на новом слое теперь я хочу немножко затенить этот беливо просто беру чуть-чуть более темный и также плоской кистью начинаю проходиться так что у нас там с цветом у нас какой-то зеленоватый пусть будет зеленовато оранжевый тогда нормально так цвет с глазом вообще еще все проще я просто рисую сначала основной цвет средний тон как мы с лицом например делали после этого беру темный и прорисовывая вот отсюда описание аккуратненько вот так вот оттенюшечек и немножко увожу сюда вниз добавляю сюда в окон-нибудь пятнышко и глазки наши смотрятся более живо и более естественно то же самое здесь делаем тень под наши черные тени отводим немножко вот сюда и делаем пятнышко прекрасно теперь я хочу перейти очень к бликам они давайте брось сейчас закрасим быстренько для брали я выберу более серый не такой вот прям серо-коричневый цвет это же плоской кистью начинаю проходиться от края то сюда за счет чего что мне кисть настроена плоская она делает вот так я нажимаю легко и потом она делает такую вот линию то здесь будет размытое и это очень удобно для рисования бровей так мы ведем более аккуратно вот так об отлично другой стороны плохо еще раз плохо хорошо но здесь мы замазали тогда еще раз отлично вот и самое главное теперь прорисовать немножко прятки светлым цветом то есть я выбираю цвет кожи уменьшаю кисть немножко делала вот такие вот как бы проплешины скажем так ой здесь это с ним даже не будет этот цвет у нас получается такие были же выборы также потом добавим блики а теперь закрасим губы единственное что я хочу сделать немножко красный цвет будет или давайте давайте да сделаем телесный мы с ним еще не работали сделаем такой розовый каприз на заливаем губы ой знаете цвет напоминает помните раньше я не знаю кто в 90-х родился тоналкой губы мазали вот очень похожий эффект так и теперь нам то же самое что мы делали с губами это добавить тени так это наши денежки мы это делаем тоже после кистью где у нас тени на стене вот здесь тени нас вот здесь и тени нас вот здесь и теперь берем более темный цвет и еще раз напоминаем тени немножко хочется пройтись здесь вот такой выделяющей частью супер а теперь мы переходим к бликам на лице то есть у нас есть часть я беру вот этот цвет и прохожу им первые блики тоже плоской кисти я обозначаю что скорее всего блик не скорее всего а будет он вот так сразу проверяет эти сразу отдаляю а прекрасно мне нравится как смотрится будет вот здесь вот еще один будет вот здесь можно сделать вот здесь как у нее идет к лицу вот так и обязательно у нас будет на уголках класс вот здесь вот тоже блик есть чуть-чуть добавлю блик также здесь такой штриховочка ко мне и сделаю то же самое вот здесь теперь он бровь вот этот уголок он всегда будет блики и не побольше но и вот это очень так теперь над бровкой вот так сделаем и вот отсюда я хочу сделать вот такой вот что-то такое в виде змейки да вот здесь будет часть что-то нас с вами не степи получается полноценный диджитал партой почти здесь будет и над губой вот здесь вот и вот здесь прекрасно так очень хочется сделать вот здесь и сделать это вот здесь я хочу сделать чтобы подчеркнуть вот так вот так да 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 хорошо и теперь я хочу соответственно как мы с тенями делали да то есть мы делали первые тени и потом добивали их то здесь то же самое с бликами оставлю первые блики и добиваю их дальше поярче то есть мы нарисовали вот эту большую часть да теперь я хочу сделать ярче я не буду делать всю ярче я сделаю вот самые яркие моменты которые хочу сделать в эту длине мне очень понравилось хочу ее повторить вот прикольно так здесь сделать вот так то есть я рисую через шарики которые потом увожу сюда носит соответственно тоже мы ставим внутри шарик еще один шарик то есть мы его так пинты и он сгорается и соответственно носик на чуть-чуть пошире кисть возьмем и теперь пульку здесь есть будет чуть-чуть лишнее или будем уже сделать чуть посадку вот так и нам нужен маленький плячок вот здесь и соответственно глазки тоже мы немножко делаем ярче самое сложное на самом деле это лицо на него уходит больше всего времени теперь я хочу поставить блики на губах там где необходимо это вот здесь немножко продликовать эту часть и еще вот здесь все-таки подчеркнуть вот эту часть более явно сделать здесь здесь и здесь наверное да и это много 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 и хочется еще больше затемнить губы более темный и так у нас есть блики у нас есть лицо у нас есть тени пара что делать правильно пара переходить к волосам мы создаем новый слой нет давайте делаем блузку создаем новый слой перемещаем его под слой с лицом и фигачим таким знаете наверно таким светлым голубым тоже будет в палитре не дайте таким вот таким цветом будем делать булочку теперь мы делаем даже сам же делать с лицом ставим блок альфа канала и плоскописи сейчас сделаем первые тени и потом наложим светла цвета делаю я это специально издалека чтобы видеть как у нас подрисовывается вся эта картинка переседаю новый слой и перехожу к волосам для волос я выберу вот такой цвет и начинаю закрашивать здесь кстати можно пройтись плоской кистью и тогда наши кончики будут такие полупрозрачные стараемся вести кистью опять же по росту волос чтобы у нас не было некрасивых моментов теперь мы ставим блока альфа канала хочу взять голубоватый и не давайте возьмем темники сначала проработаем прятки опять же плоской кистью то есть по сути у нас почти вся катинка выполняется плоской кистью за исключением того когда мы обводим и начинаем заливать цвет там уже какой угодно кисть блок альфа канала была плохая идея потому что у нас полупрозрачный слой и соответственно он красит полупрозрачный теперь я хочу здесь светлый цвет и прорисовать светлые пряди наверное это будет чуть-чуть желтоватый да блин плоской кистью круто короче получается такие живые мазки главное научиться свободно двигать рукой доверять ей и не бояться что-то испортить потому что вы не в прямом эфире рисуете это можно стереть это можно перерисовать этот навык который постоянно отрабатывается и улучшается так дальнейшем нам я хочу взять этот рефлексный цвет голубоватый и тоже добавить его на волосы возможно бликами кстати можно попробовать сделать это вот таким способом то есть мы ведем отсюда и такие об на свете появляется такой плечок легкий и также можно сделать вот здесь вот так что после этого происходит мы немножко уменьшаем кисть и начинаем вот отсюда делать и такую прорисовку то есть мы разбавляем этот голубой выводя его вот так вот на прядке то есть как будто он рассекается по прядочкам то есть я подчеркиваю все линии которые хочу чтобы были показаны а которые не хочу чтобы были показаны не показаны хочу затянуть теперь волосы сверху я просто темно-синий и здесь вот пройдусь немножко под шапочкой отлично теперь переходим к ретке создаем новый слой и расскажем буретку она у нас пусть будет темно какая она темно-зеленая будет темно-зеленым и также закрашиваем края чтобы потом единственное что давайте бросим его наверх я хочу сделать я хочу чтобы эту часть мы не закрашивали а сделали плоскую кистью так же как делали с волосами такой чтобы она была более воздушной а теперь берем плоскую кисть и просто делаем по шапке я хочу взять более светло-зеленый и пройтись еще раз чтобы показать и желтенький надо будет сделать как будто свет у нас будет солнышко но нужно будет показать тоже так такими тоже мазками все-таки урок получился не совсем для новичков надеюсь вы его оценить так подотрём немножко оставим пробелы так не аккуратненько здесь то же самое супер и наверное хочется где-то вот здесь с волосами дать вот такой вот наш стикер почти готов мне не хватает бликов на лице и давайте добавим еще тени на шапочку ставим блок альфа канала выбираем плоскую кистью более темным цветом тоже в элементе как будто мы закрашиваем делаем вот так снизу протаскиваем и вот здесь у нас уже есть такой некий объем хочу сделать это немножко еще темно-синий чтобы у нас был цвет вот отлично а сверху немножко добавить такой чуть-чуть оранжевый да такая сталь прекрасно теперь я хочу стерилизовать немножко лицо поэтому над слоем с лицом я создаю еще один слой я выбираю более какой-то яркий красный и смотрю что у нас происходит меняю по-разному эффект наложения и смотрю как он смотрится чтобы вообще понять что я хочу сделать как именно я это хочу что я хочу добавить я выберу наложение и так теперь эту часть можности прекратить так делать стереть вот так и нормально уже сделать то что нам надо то есть я хочу почерпнуть немножко вот эту часть вот эту часть и вот эту часть отлично и хочу немножко подубить тени за получится у нас на этом слое с вами или не сделать да получится я постоянно экспериментирую когда сажусь рисовать у феник готовы в референс и заранее чтобы так было интересно так отлично и теперь я хочу проработать они давать еще 10 подчеркну здесь наверно вот так и немножко теперь я хочу сделать сережки мы создаем новый слой и я начинаем закрашивать у него целоты на берем более светлый цвет ой ставим блок альфа канала убираем блок альфа канала и прорисовываем вот эти вот маленькие точки и можно добавить а давайте добавим блики мы создаем слой поверх слоя с обводкой и добавляем блики на глаза обязательно вот на загорался глаз и теперь я хочу добавить блики на брови вот такой у нас получается с вами стикер соответственно если у вас остались вопросы сюда пишите их комментарии подписывайтесь на канал конечно же ставьте лайк если не скажу вы же просто так и вы не поставите очень была рада поработать хоть сегодня техника и бунтовалась но у нас получился просто шикарнейший портрет я очень рада спасибо вам и желаю успехов спасибо за просмотр! 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 Продолжение следует...